вышел сейчас шел по подъезду и услышал что кто-то заходит и думал подождать там просто стал стоять ждать когда ну пройдет человек короче ну там какой-то мужик поднимается он как раз в томе ну как раз на том же этаже в общем я хотел подождать так чтобы не столкнуться с незнакомым человеком а получилось что наоборот все произошло то есть мои попытки не столкнуться с незнакомым человеком привели к обратному результату я там ну стоял в общем на стены и он подошел такой что здесь делаешь и спросил а дальше я спустился вышел на улицу там собака плавила что ты здесь делаешь я просто стоял то есть я просто стоял в подъезде и хотел избежать столкновения с незнакомым человеком чем я не знаю даже это было мне надо было получается чтобы не столкнуться с ним это надо было просто обратно домой вернуться вот правильный был бы решение по-другому видимо не получается столкнуться то есть я просто стоял в подъезде и за это получил такой вопрос что ты здесь делаешь просто стоял я потом ну да короче я повторил этот же вопрос то есть спустя несколько секунд просто ну повторил как бы то же самое что мне сказали я тоже самое повторил то есть сказал что ты здесь делаешь я повторил то же самое ну правда не сразу потому что не мог сразу сообразить в общем смысл в том что не получается никак я не знаю если бы я просто спускался в подъезде и не останавливался я бы наверное просто мы его прошли мимо и он бы ничего не сказал а то есть мне бы не пришло в голову никогда ни одному человеку незнакомому сказать что ты сделаешь который просто стоит там просто просто стоит ничего не делая но у любого у любого у любого человека возник всегда всегда спрашиваю просто стоял слушал музыку вообще не знаю это я вообще не знаю что что мне нужно делать и я мне просто достаточно оказаться на виду на пути у какого-нибудь незнакомого человека чтобы он уже докопался до меня и чтобы он не по первых не понял меня то есть я просто стоял ничего не делал никому не мешал я ждал просто я просто пытался не столкнуться с незнакомым человеком я слушал музыку наушниках и он во первых не понял меня во вторых он докопался до меня то есть как бы ну это как бы называется на языке неудачных людей наезд или что и дальше там я повторил его фразу и теперь он воспринял это как то есть обычно когда я повторяю фразу незнакомого человека сказано мне это в ответ всегда агрессия приходит он воспринимает это как невиданная дерзость в общем я вообще пожалел что вышел вообще не знаю все время когда сталкиваешься с людьми происходит какое-то непонимание все время какие-то что-то такое происходит вот то есть если я просто ничего не делаю и до меня докапываются то это значит что если я если бы я там ну если out какой-то то есть не знаю если я просто ничего не делаю и до меня докапываются незнакомый мужик и это значит если я иду допустим иду и какая-нибудь эти люди стоят то если я там на конец концерт приду или еще куда-то где много людей и там еще больше до меня докапывается а для этого что в чем моя вина должна быть для этого просто я должен оказаться на пути незнакомого человека и все или во внимание попасть незнакомому человеку что ты сделаешь пошли просто все все эти вот психотерапевты которые говорят что когда человек незнакомый говорит тебе на ты то это нарушение личного пострадавца Они просто не могут. Что они могут сделать? Вот пойду я к психотерапевту и скажу, вот почему так происходит. Ни один психотерапевт не сможет помочь с этим. Я как будто попадаю, когда сталкиваюсь с людьми, как будто попадаю в какой-то ужасный мир. Которую невозможно описать словами. То есть я просто специально стоял вот за стены, чтобы переждать. То есть я услышал, что кто-то там... То есть не нужно спрашивать, почему я вообще боюсь людей, если постоянно такое происходит. У меня постоянно что-то такое происходит. Потому что я чувствую, что действительно окружающие люди отличаются от меня. Потому что мне никогда не придет в голову спросить, что ты здесь делаешь у незнакомого человека, который просто стоит и просто ждет, хочет... Не знаю, просто стоит и слушает музыку или хочет избежать столкновения с незнакомым человеком. То есть который просто оказался на пути незнакомым человеком. И никогда в жизни не придет желание или какой-то интуитивного позыва спросить, что ты здесь делаешь. Или... Который просто стоит даже... То есть когда я иду, вот этот же мужик, вот эти же мужики, они курят там в подъезде. И я, блин... То есть вот когда я сталкиваюсь вот с этим миром людей, то возникает такое ощущение, что свои собственные ущербницы, что вот... Вот эти, вот допустим, эти мужики, да, которые курят в подъезде, они вообще нарушают закон, который у нас там ведет. И я вот не спрашиваю ни у кого из них, что ты здесь куришь, там, или что-то такое. А вот когда я просто стою в подъезде, слушаю музыку, это эти же, наверное, которые вот курят и все вот это вот делают. Спрашивают у меня, спрашивают у меня, что ты здесь делаешь. То есть я вообще... То есть я, получается, не... Я вообще никто, я... Я вообще не должен... То есть это вообще не мое место, где я вообще не могу там находиться, вот в этом месте. Какое-то такое вот ощущение, то есть какое-то... Что это с миром, ну, не ра... Что я... Что... Что-то здесь не так. То есть невозможно это понять. Какое-то отвращение возникает к всему этому миру и к самому себе. Ну, и это постоянно повторяется. И в итоге ты уже сходишь с ума и начинаешь тоже называть незнакомого человека на ты, там, или еще как-то. И в итоге становится все только хуже. И вообще, если, допустим, настроение хорошее, там, бывает иногда. Когда выходишь в люди, всегда портится настроение. Все время грубость какая-то, вот, какое-то хамство, там, сталкиваешься. И при этом для этого ничего не нужно делать. Вот, ты просто... То есть если бы я стоял в подъезде, курил, вот в чем вся... Вся несправедливость, что если бы я стоял в подъезде, курил, то у этого мужика не возникло бы вопросов. Он бы не спросил, что ты здесь делаешь. То есть он бы никогда это не спросил, если бы я сидел на картах, там, курил. Или если бы я сидел, там, это... У подъезда... У окна и вкурил, или пил пиво. Он бы не спросил. То есть... Все какое-то... А, я не знаю, я схожу с ума от этого. Я не знаю, как это пережить. Не знаю, как это пережить. Я бы хотел узнать. Я хотел найти психотерапевта. Где я еще психотерапевта? Кто бы мог мне... Со мной общаться, подпаскать. В общем, я не знаю, как это пережить все. Это вот такая мелочь, но она постоянно повторяется. А бывают... Гораздо более жестокие вещи. В общем, я не знаю, если я услышу за еще раз, как кто-то принимается, то сразу домой надо. Я просто не знаю. Я думал, что удастся избежать столкновения. То есть, я говорю... Я вообще не знаю. А если бы там проходил полицейский, то представляешь, он бы меня просто схватил и... Ну, то есть, он мог бы меня просто арестовать, не за что. Ну, подумав, что я какой-то подозрительный. То есть, если... Ну, потому что, если у людей просто то, что я стою и слушаю музыку, вызывает вопрос, что ты здесь делаешь? То у полицейского может возникнуть желание арестовать меня просто так, чтобы там какой-то... Чтобы достичь какой-то своей цели. Или там еще... То есть, ко мне липнет зло вот. То есть, вот эта Федорова, когда я арестовал, напала на меня с таким стервенением. Я, короче, не знаю. Ко мне вот не липнет. Притягивается вот это вот все. Вот это злое внимание. У меня тяжело. Я, во-первых, не знаю, как пережить вот это вот. То есть... Я не знаю, как это пережить. Ну, вот сейчас я, например, в ответ то же самое ответил. То есть, он сказал, что ты сделаешь? Я тоже в ответ... Ну, как бы... Ну, получилось так, что я просто повторил его слова без какого-либо агрессии, без наезда там. Просто, как бы, вопрос... Вопросительно просто спросил, что ты здесь делаешь? То есть... А может, он шел, и... Он подумал, что я... Что я... Ну, может, он что-то испугался, там, меня, или что. Может, он не заметил, потому что я тихо. Я не знаю, вот, мне нужно, чтобы психотерапевт объяснил меня, как с этим направляться. Как это пережить, как это забыть, все. Я вообще, вот, все время, вот, у меня не было ни разу, чтобы я вышел в люди, и чтобы для меня кто-то не докопался, и, ну, я не знаю, чтобы какие-то проблемы не начались, какое-то недопонимание, которое выливается в конфликт. Если я там... Вот мне, например, тяжело, мне неприятно, то, что постоянно для меня, вот, как-то, какое-то вот такое внимание. Я, вот, пытался, пробовал, там, в ответ то же самое повторять, то есть, мне там что-то говорят, я в ответ повторяю. И всегда, вот, это приводило к проблемам. Самое глупое, что я мог бы сделать, это пойти и сказать ему, что ты меня, меня сейчас это обидело, там, что я ничего, я просто стоял, ну, то есть, объясни, что я просто стоял, зачем нужно говорить на «ты», незнакомого человека. То есть, это самое глупое, что я мог бы сделать, потому что у нас на тысячу процентов, я знаю, к чему, какая будет реакция у этого человека, ну, он просто, ну, просто нападет на меня, и все, и выгонит меня уже тысячу раз такое было. То есть, это, вообще, не может быть по-другому, то есть, вот, не может быть такого по-другому. И вот у меня возникала мысль, порой, когда я тысячу раз с этим сталкивался, что, это, в общем, я ищу психотерапевта. Я находил платных психотерапевтов, которые из крупного соседнего города или из, ну, из другого города. Ну, там в час у них идет, или за полтора, ну, то есть, в час минимум это тысяча рублей идет, то есть, у меня, я не смогу никакую проблему решить, то есть, там, то есть, я смогу немного только общаться, потому что у меня не хватит денег. Я вот ищу психотерапевта, если какой-нибудь есть, я вот просто не знаю, почему не нашлось, то есть, ну, не знаю. Я ищу психотерапевта, которая могла бы, без, ну, короче, я не знаю, у меня не хватит просто денег, вот, действительно, на общение с психотерапевтом. Я могу найти только психотерапевта, которая, которая без денег станет научаться, я там расскажу свои симптомы, проблемы. И, то есть, наверное, это могла бы быть психотерапевта, которая бы ради интереса, или которая, там, ну, просто я вот, ну, я не знаю. И еще я, конечно, я хотел бы найти юриста, потому что я вообще уже ничего не могу, я не могу нигде ни акции, ничего делать. Вот, как же я пожалел, что вышел на улицу. В следующий раз я буду прямо убегать, если кто-то там начнет в подъезде, я не буду выходить из дома, потому что вот все время какое-то, все время такое вот какое-то недоразумение происходит. А вот если бы я вот на тысячу процентов знаю, что если бы вот я бы решил попробовать, вот я бы шел, вот я бы, допустим, шел, и вот этот же мне стоял бы, там, я бы спросил, если бы, ради эксперимента спросил бы, что ты здесь делаешь, то он бы на меня, он бы воспринял это как, ну, прям, как ты знаешь, ну, очень агрессивно, как жесткий наезд на него бы воспринял, то есть. Но почему-то вот в отношении меня там что угодно делать, это типа нормально считается. То есть я вот не понимаю. Вот хорошо, если бы вот мне бы психотерапевт или кто сказал, что, да он просто спросил у тебя, в этом нет ничего, это ты как агрессивный, раз ты воспринимаешь это как-то. Хорошо, если бы я вот шел по подъезду и спросил бы у мужика стоящего, который курит или просто, который, что ты здесь делаешь, то он бы на меня сразу напал. Вот я точно, вот это даже проверять не стоит, да я уже проверял. То есть, то получается, что, значит, довод, что я вот такой вот, вот так вот, все слишком серьезно воспринимаю, что я вот такой обидчивый, агрессивный, то получается, что он отпадает, этот довод. Потому что если бы в отношении этого кого угодно, кто вот так вот себя делает, то же самое, так же себя повели, он бы очень жестко отреагировал прям. То есть, вот, вот, вот в чем, что сводит меня с ума, вот что сводит меня с ума всю жизнь, ну не всю жизнь, а вот что сводит меня с ума. Я не знаю, как к этому относиться и как это все пережить. То есть, то есть, то есть, ясно, что я никто, я просто, то есть, вообще, что вообще нужно делать. Вот я больше склоняюсь к суициду, там, к, не знаю, как вообще можно жить в этом мире, вот. Я вот не знаю, как можно мне жить в этом мире, я вот не знаю. Переехать, если там переехать, хручевку-то, то там будет то же самое. Причем, самое интересное, что я был без очков, я решил снять, чтобы, ну, просто, ну, решил снять очки. И, вот что интересно, я был без очков, и все равно, то есть, а если бы я был в очках, он бы еще добавил к этому слову, к этому вопросу, еще бы, еще бы, ну, по-другому бы спросил. То есть, это все вызывает, в том числе и тревогу, и отчаяние, что ощущаешь себя какой-то белой вороной, еще, ну, только в негативном ключе, очень. То есть, знаешь, есть люди, которые выделяются внешностью, или еще как-то, и они специально это делают. И они получают от этого удовольствие. То есть, а у меня наоборот, я бы хотел вообще никак не выделяться, чтобы никто не обращал на меня внимания. Потому что я вообще, ну, все время вот такое всякое, проблемы происходят. А я помню вообще, вот, в юности у меня было еще более жестко, там. Я помню, девчонка, которая впервые был влюблен, ну, безответно, которая в моем дворе была. Она там жила на пятом этаже, и... Сейчас я включу тут музыку. Мне лучше не будет. Она жила на пятом этаже, и... И, в общем... Что-то там, спустя один или два года, я что-то там поднимался. На том же этаже один мой друг в детстве жил. Я что-то поднимался к нему, И там вот, между четвертым рядом с дождем Стоял, курил или просто... Ну, по-моему, курил ее отчим или кто. Короче, это было, когда мне было лет 16 или 17 ее отчим. А я вообще с ним никакого взаимодействия не имел, даже не общался ни разу. То есть, потому что я жил в другом доме. Или это было ее отчим, или отец, или кто, непонятно. И когда я поднимался, я вообще ничего ему не сделал даже. Он просто на меня напал. Вот. Я просто поднимался, и он меня схватил, короче, С такой раздражением, и с такой ненавистью. То есть, как будто я был виновником всех его проблем. То есть, а я его вообще не знал ни разу, и не видел. То есть, он меня схватил и, короче, ну, агрессию проявил в отношении меня. То есть, я был шокирован этим, как говорят сейчас. Шокированный. Я спросил, что я вам сделал, или тебе что-то там. Почему там. Ну, короче, он на меня накинулся, и я стал спрашивать, почему, что. И дальше пошел уже в ужасе. Ну, дальше поднялся к другу, короче. Типа, и не знал, что это произошло, но был. Но на всю жизнь это запомнил. И даже спустя много лет вспоминал. Оно у меня навязчиво вспоминалось. В общем, я ищу психотерапевта. Просто, я надеюсь, что психотерапевт, надеюсь, надежда какая-то на то, что психотерапевт вот как-то сделает так, что я... То, с чем я не могу сам справиться. То есть, то, что я буду... То есть, то, что я не буду чувствовать себя угнетенным, или униженным, или растерянным, или там, ну... То, что у меня не будет навязчивых вот этих вот воспоминаний травматических. То есть, я буду вообще, вот, мне что угодно будут делать, и я буду легко это переживать. То есть, и все равно буду оставаться самим собой, там, то есть, спокойным, позитивным, там, каким-то, может быть, ну, что... Мне кажется, что самое лучшее, самое вот чудо, которое могло бы сделать психотерапевт, это если бы я стал просто счастливым человеком, несмотря на то, что надо мной там издеваются, и... То есть, я бы вообще никакого... У меня бы не было никаких болезненных, навязчивых переживаний. То есть, вот, я бы просто спокойно спал, у меня бы сердце не стучало сильно, пульс там. То есть, если такое вообще возможно, то это просто чудо было бы, из чудес. Я бы стал советовать этого психотерапевта всем. Вот я бы стал, если бы мне психотерапевт, вот, помог, то я бы это... После этого, наверное, если бы она сказала мне, я бы продолжил делать аутичные акции, и делать аутичный блог, рассказывать про аутизм, и я бы стал всем советовать этого психотерапевта. Всем бы стал советовать. И у меня бы много появилось психотерапии, ну, этих... Много желающих там. Потому что я даже не верю, что может быть такое вот, что я... То есть, я не могу... Вот... Все мои проблемы-то и окружающие меня так возненавидели, и в том числе, потому что... А вот причиной всему этому являлась изначально моя какая-то утранимость, то есть, навязчивые травматические переживания, то есть, вот... Когда нормальному человеку он столкнется с чем-то стрессовым, он просто потом забывает. И... А я, короче, не сплю ночами, у меня болезненные воспоминания, повторяющиеся переживания травматические, которые меня не уходят годами. То есть, и они с той же яркостью, даже с большей яркостью меня преследуют спустя годы. И... Будучи задавлен вот всеми вот этим вот... Я, как бы... Ну, то есть... привлекаю к себе внимание, вот как жертва. То есть... Я вот не знаю даже, не могу охарактеризовать точно. У меня вся надежда только на психотерапевта. И все. Вся надежда только на психотерапевта. Ну, может быть, единственная польза всего вот этого произошедшего... Только то, что я научился понимать людей, которые... В депрессии, которые травмированы... Может быть... Не знаю... Например... Я вот точно-точно... Стал понимать... Что... Короче, когда я вижу, когда кого-нибудь все там травят... Там, например, вот эту вот блогершу... То я... Я понимаю ее... То есть... Вот никто не может понять, почему она... Изначально там плакала на видео... Потом... Вела себя очень глупо и поверхностно... Во время интервью... А я вот сразу понял... Что... Когда вот депрессия... Когда у тебя травматические вот такие переживания... Действительно серьезно это переживаешь... А потом это... Сменяется такой вот легкомысленностью какой-то... То есть ты... У тебя, короче, начинается какое-то вот... Поверхностное такое вот ощущение... То есть... Внутри ты весь разрушен, но... Ты начинаешь какой-то... У тебя глупость какая-то наступает... А глупение... То есть ты начинаешь там... Выделяется, начинаются какие-то... Гормоны счастья, но они... Какие-то не такие, как когда ты чувствуешь себя нормально... То есть... Они как будто защитный механизм... Который... После тяжелого горя пережитого... Ты как бы... В любой глупости начинаешь... Радоваться там как-то... Только... И окружающие... Ну... И окружающие думают... Ну вот... Не понимают тебя... Даже не знаю... У меня вот такое было, что после сонного пролича... Я начинал записывать подкасты... Я вначале говорил так... Серьезно... А потом... Потом... Я... Вторую половину подкаста... Я... Какие-то шутки... Глупые шутил... То есть... Совершенно... Не знаю... Ну... Глупость какая-то... Начиналась... Вот просто... Ай... И вот у меня то же самое примерно было после... После любых вот потрясений где-то... Вот, например, после Федоровой... У меня было тяжелое... Температура поднялась во всем... Ну... В голове там... Вот... Лоб был горячий... Долго держалась... Вот... И я чувствовал себя... Таким... Вообще подавленным... Задавленным... Депрессией... А потом... Когда я пытался рассказать об этом там... Ну... То у меня получалось это очень глупым... В глупом стиле рассказать... То есть... Короче... Я не знаю... Депрессия вот у нас меняется... Какой-то... Оглупением каким-то вот... Я вот еще помню когда рисовал... Ну... Абстрактные там автопортреты... Такие депрессивные... То они получались очень глубокими... Ну и... Естественными... Когда меня никто не вмешивался... А когда вот допустим я рисовал... И до меня какой-то мужик докапывался... Ну и говорил мне что-нибудь там... Что иди на краю города... Рисуй там... Ну... Прогонял меня там... Или как-то ну... Вмешивал или там кто-нибудь... То у меня сразу же... Я замечал что сразу рисунок... Ну... Другой получался... Поверхностный какой-то... И у меня получались уже... Не... Такие вот... Автопортрет получался... Как будто бы... Персонаж из какого-то мультфильма... Изображен... То есть... И как будто он гортескно так... То есть... Не получалось депрессию выразить... То есть... Понимаешь... Когда кто-то вмешивается, то... У тебя... Какая-то защитная... Что-то меняется... Вот... Я не знаю... Я вот... Знаю... Что я теперь... Очень долгое время... Не буду самим собой... Как бы... После вот этого... Небольшого столкновения... У меня... Мне... Я не знаю... Как с этим справиться... Я вот ищу психотерапевта... Юриста... Если вот... Кому-то... Нужно... Чтобы... То есть... Если кому-то... Кто-то... Верит в аутизм... И кому-то нужно... Чтобы кто-то был... В России... Аутичным активистом... Если... Вот у нас в России... Сколько аутичных активистов? Один человек... Где... Максимум три человека... Максимум... Не более... Но... Отношение такое вот... Как бы... Как бы... Казалось бы... Что аутизм... Аутичный активист... Он должен быть... На цену золота... Там... Как говорится... Но на самом деле... Мы видим... Что чем хуже... Тем хуже... Чем лучше... Чем лучше... То есть... Тут все наоборот... А вот... Я был аутичным активистом... Еще один... Но он не из России... И он тоже перестал... Он... Он тоже перестал быть аутичным активистом... То есть... И... Никто... Ну... Никто там ничего не... Шокированный этим... То есть... Ну... Никто там не говорит... Продолжим... Или... Никто не спрашивает... А почему ты там перестал... Что случилось... Особо... Я бы мог продолжать... Только... Ну... Я сам уже... Я чувствую себя потеряно... Я бы мог продолжать... Наверное... Только если бы... Кто-то поверил в меня... И... Поддержал меня... Морально... То есть... То есть... Если бы кто-то... Я не знаю... Потому что я... Я говорю... У меня... Очень... Очень стало все... Плохо... Тяжело... Если бы я мог вернуться... Год назад... Когда... Я только начинал... Когда я еще не начал... Это... Я был бы... Наверное... Счастлив очень... Потому что... Тогда было... Ну... То есть... Все стало гораздо хуже... Но я при этом и знал... Что примерно так произойдет... Я просто... Столько сталкивался... С критикой... То есть... Ну... Неприязнь... Из-за этого... Аутизма... Что я стал... Понимать... Этих людей... То есть... Всех... То есть... Ну... Просто... Не слишком много... Критики... Неприязни... Ненависти... Слишком много... Ужас... Вообще... Я... Не знаю... Что я... Не знаю... Ужас... Не хочу... Возвращаться... Убежать... Некуда... Ужас... 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 Ну... То есть... Я столько... Столкнулся... С... Такой критикой... Что я даже... Уже сам... Не знал... У меня даже... Отвращение возникло... Я... Я планировал... Делать много акций... Там... Усиленно... У меня возникло... Просто... Какое-то... Даже... Отвращение... Ну... То есть... Представь... Вот... Кто-то там... Идет... Допустим... Уграть... В поле... И... Во время игры... Один из участников... Там... Или... Тот... Или... Другие... Там... Издеваются над ним... То... У него... Он потом больше не будет в эту игру играть... У него будет отвращение... Ну... Это просто пример такой... Он больше не захочет никогда... У него будет осадок такой... Который... Отвращение будет вызывать... Ко всему что с этим связано... Такой пример... Пример... У меня просто какой-то страх, что я теперь снова столкнусь... С этим же... Так... Я просто ощущаю себя... Лишним элементом... И... Я еще не знаю как пережить угрозы... Которые мне... Приходили... Приходить... И... Много чего... С чем я столкнулся... Самым разумным... Это... То есть... Самое... Вот... В общем... Никто не станет... Ничего... Продолжать... Если вот с таким отношением будет сталкиваться... Ни один человек... Не существует... В общем... На самом деле... Какого-то там... Такого вот... Что... На перекор... Там идешь до конца... Нет... Не хочется... У меня вот было... Вот еще я хотел... Интересную такую вещь спросить... Вот у психотерапевта... Который я мог бы наверное... Даже публично... Озвучить... То есть... Проблема-то в чем там... В том числе была... Что... Сейчас включу... В общем там у меня был... Такой пример... Очень... Показательный... Что... У меня фобии... Как бы... Ну... Кто-то называл... Называли этот триггер... Но я не называю это... В общем у меня в фобии возникало... На слова определенные... То есть... Вот у меня было... Что... Мне там... Ну... Короче... Угрожал там один... И он... Как бы... Угрожая там... Или как-то... Аскорбляя... Называл меня определенными словами... И у меня возникала фобия... На эти слова... То есть... То есть... Настолько близко к сердцу... Это воспринимал... Что... У меня возникала фобия... На эти слова... И... Я годами... Просто когда... Она усиливалась... С... Годами... То есть... Когда я слышал... Или где-то... Прочитал... Где-то это слово упоминалось... Или... Слушал какой-нибудь подкаст... И там это слово упоминалось... Или еще, когда, допустим, то я все время вздрагивал и каждый раз переживал тяжелые переживания. И еще, когда я просыпался утром, то у меня в голове было прям физически ощущалось, вот где задняя часть головы, физически ощущалось что-то, какой-то дискомфорт или что. И при этом у меня было переживание, связанное с этими словами определенными, которые вызывали у меня, ну, триггер или травматические переживания. Но я говорю, я еще раз, я не использую слова триггер, потому что это используют, как бы, ну, ну, подросток, это слова, которые используют из-за другого мира люди. И, в общем, в общем, и у меня вот такое было, что потом я, ну, я, в общем, у меня повторяющееся было такое переживание. И потом я что-то взял и, вот я просто, вот у меня было, что я пробовал в ответ ответить, в общем, то есть, в ответ, в ответ, короче, вот грубо ответить. И у меня, я чувствовал при этом себя очень шокированно и, ну, стресс сильный, вообще ужас такой же, то есть, и, но после этого, то есть, после этого у меня возникали серьезные проблемы, то есть, то есть, меня, как бы, выставляли, то есть, выставляли меня, то есть, делали меня крайним. То есть, то есть, если я кому-то посмел ответить, да, то, то этим пользовались, как бы, сразу, чтобы выставить меня, там, то есть, выставить меня, то есть, в плохом свете и, и еще, ну, меня еще больше начинали угрожать и оскорблять, и проблем еще больше, но... Просто, и у меня вообще тяжелое было, вот просто, но у меня переставало вот это тут слово, оно переставало меня вот так вот сильно, то есть, я как бы забывал, то есть, оно уже у меня, оно у меня все равно было воспоминание, но уже не так сильно, то есть, как, не так интенсивно. То есть, оно становилось, я его, это слова, вот эти, то есть, я их нейтрально как-то осмысливал, или по-разному, как-то более, то есть, не только как травмирующий, а еще разный, из разных сторон. То есть, то есть, когда меня вот этот человек, угрожая, там, или оскорбляя, то есть, вызывал, да, вот, официальными словами, они у меня вызывали прям всегда негативные, тяжелые переживания, здесь, всегда, я, когда слышал слово, я все время ощущал, что это на мой счет, то есть, себя ощущал этим, то есть, постоянно. А когда я потом, спустя годы, допустим, взял, ответил, там, да, то эти слова начинали уже больше, вариативности возникало к ним отношение, то есть, легче становилось. Но при этом, от того, что я вот как-то пытался встретить, у меня появилось много врагов, и, то есть, то есть, проблем очень много из-за этого возникло, и, то есть, если бы я вообще никому ничего, там, ну, то есть, вообще, ну, то есть, если бы психотерапевт мог помочь мне сделать так, чтобы я, как бы, этого всего, как бы, не было, то есть, то есть, чтобы мне было все равно, вот, что вообще происходит, то есть, чтобы я чувствовал себя комфортно, счастливо, ну, вот, как и нормальный человек любой, он забывает все легко, насколько я знаю. При этом, конечно, я понимаю, у нас есть особая специфика, это менталитет, там, я не знаю, но все равно, вот. Потом, там, еще хотел сказать, но я забыл. То есть, у меня серьезно, вот, просто одно слово, одно слово, допустим, вот, в агрессивной или в угрозе сказанное, оно просто буквально меняло мой мозг, то есть, то есть, у меня серьезное поражение было, то есть, вот после того, как, то есть, у меня вообще ассоциации возникали, то есть, я уже не мог, то есть, то есть, у меня фобии возникали на целые кластеры событий информации, связанные с этим, то есть, я уже не мог, поражался сильно мозг то есть у меня вот или что и то есть у меня серьезно развивалась это все вот то есть это то есть изменил изменялась изменялся мир короче передо мной необратимо необратимо не просто необратимо еще и прогрессируя и получается что я являлась являюсь как бы результатом не то есть я являюсь результатом травм которые с которыми я столкнулся ну злых людей которые меня травмировали и я хочу это предотвратить то есть перекратить это то есть и ищу помощи у психотерапевта и надеюсь только на это если вообще такое возможно то я буду то есть то я буду просто у меня мир перенес я буду считать что медицина там наука действительно помогает я буду всем советовать до конца своих дней этого психотерапевта я буду у меня поменяется просто мировоззрение потому что я уже перестал верить науку в медицину потому что я вижу что приходишь поликлинику приходит в полицию куда угодно нигде тебе не помогают никак ни в чем не помогают только обещают и у меня уже мировоззрение даже меняется понимаешь но если меня вот психотерапевт поможет я пойму что все не так на самом деле вот в чем действительно сила и помощь и что действительно работает а пока что я вижу что никакого ничего этого не работает вот я не знаю я есть честно стал видеть только негативное во всех во всех этих институциях с которыми столкнуться и которые которые то есть роддом там школы институт армия вот этот вот завод по изготовлению спутников и все что породило это мне кажется что у меня уже как бы видишь это вот проблема вот это вот дошла что я даже стал ощущать что все вот это вот что породило вот этот все что люди живут в таких домах в которых люди становятся злыми как пьют курят я страдаю то есть я пытался пытаюсь понять друзья вижу что никакой помощи нет я пошел психотерапевту горячкиной я пошел главному психотерапевту города и она меня просто издевалась надо мной она не помогла мне а звала меня недоделанным и моего отца и и манипулировала но и там издевалась я плакал потом после этого то есть видишь психотерапия потом роддоме я пострадал когда родился я пострадал там я антибиотиками кололи искусственными смесь то есть школе я пострадал то есть у меня зрение испортилось когда во время школы весь психически там я просто 10 лет потерял потом потом меня стращали армией там все детство боялся армии и ужасы там со мной совершать и рассказы слышал отбывал их в армии потом институт там все что угодно вот сами вот по себе дома серые панельные дома там вот предрасполагают человека чувство человек чувствует давление то есть видно это есть идешь психотерапевта ничем тебе не помогает идешь поликлинику тебе ничем не помогает идешь там платную клинику там деньги просто себя забирают тоже ничем не помогают потом например там всю всю жизнь стиле крана и отсюда внушается внушается что вот это вот телесная любовь является номером один там потребности и номером один она везде культивируется и ты страдаешь страдаешь от того что у тебя нет допустим и потом потом ты в итоге разочаровываешься то есть вообще это все все этот вот этот обман то что они там показывают фильм вот эти где они там крайне очень сильно счастливы получив телесную любовь там потом там также то же самое с рекламой автомобилей там они показывают мужик там на автомобиле он едет на автомобиле на вечеринку и там женщина идет на вечеринку и он как бы чувствует себя хорошо и автомобиль дает ему право дает ему то что люди окружающего уважают и у него то есть ассоциации деньги у меня никогда не было из-за денег проблемы я их просто в руках держать не могу потому что у меня фобия на микробы а деньги они микробы там я еще терял деньги сбывала что я не знаю допустим работаешь день хотя не заплатят денег если тебе там допустим деньги заняли и ты не можешь отдать то тебя проблему возникнут проблемы там будут появится враг там человек ненависть то есть ну короче проблему тоже не знаю там электрогитару хочешь купить а нету денег чтобы купить и сейчас какая-то глупость началась как можно деньги винить в своих проблемах очень глупо конечно я стал уже я просто увидел что ничем не помогает наука вот материализм и медицина и все вот это что в комплексе идет связанная с материализмом там все на чем основано вот этот современный наш мир да она ничем не помогает на только обещает в будущем чего-то достигнем на деле никакого ничего не чем не помогает я просто понял что нечего ждать что это очередная вера и вот а больше нет нигде найти больше не знаю вот я последняя что надеюсь это психотерапевта вести терапевт поможет то тогда я все-таки пойму что ну значит все таки вот это и действительно самое лучшее что только у нас есть в современном мире потому что пока что мне ни один врач не помог ни один полицейский не знаю не помог у нас было что мы шли там 2010 году шли по улице на нас копники там напали и полицейские стояли смотрели просто машине сидели ну как бы ну а мы как бы налоги то понятно что у меня нету денег меня налоги на я тоже налоги то идут на что на медицину на полицию на все на вот это все вот что у нас стало культивирует культом материализм там вот полиция медицина поликлиника вот это идут налоги простых людей то есть и когда я там иду допустим покупать себе наждачную бумагу для рисования или иду там еще что-то иду там допустим роллтон покупать то какой-то маленький процент с этого с самой покупки уже заложен в налоги то есть и это не часть вот идет на все вот это вот все что создана вот этой системой но при этом она ничего нет не дает то есть вот я иду в поликлинику и они ничем не помогают только хамство сталкиваться хамса мне становится еще хуже я там иду там помню пришел начал что-то бунтовать там в итоге меня вы вышвинули я почувствовал то есть если бы это на вид нас если бы там камера стояла записывающие поликлинике засняли бы меня если бы это выложили то меня бы выставили на весь мир каким-то вообще неадекватом там каким-то агрессивным неадекватом который что-то там качает права который чего там бунтует и что-то там по-хамски себя ведет то есть меня бы выставили злом а вот эту поликлинику выставили бы добром на которой в идеал которого вмешался какой-то хам там молодой молодой парень там который хамит и ведет себя как-то неадекватно там типа зло истинное зло во плоти то есть понимаешь чем суть никто бы не стал разбираться это что я там плакал возвращаясь после поликлиники это никто не поверит в это типа хотя я искренне плакал и причем я плакал не при не при людях а просто никому не поменил то есть никто я только перед своим телефоном плакал то есть я то есть вот почему когда допустим какая какой-нибудь кто-то там плачет при других людях да то это не считается притворством а когда я вот плачу когда один не при людях а просто и я при этом ничего не добиваюсь на мысом самым то все там он актер он там обманутом неправду он живет есть вот где логика с другой стороны тогда получается те кто плачет и людях получается это наоборот я не знаю вообще что это за мир себя тоже не понимаю но я просто плакал потому что я это просто потому что если бы не было такой вот жестокости то люди понимали друг друга мы понимали то всего бы вот этого не происходило получается а из-за этого не знаю я не знаю если может вообще вот я просто не знаю если мне псих психотерапевт ни один не поможет получается что это вот система абсолютная она никакой пользы не приносит то есть она мы платим ну люди платят ну просто понимаешь когда я слышал что когда ты просто покупаешь что-нибудь в магазине или совершаешь ну когда обмен какой-то там что ну в этой системе то там какой-то процент налогов уходит то есть даже если ты то есть в любом случае то есть если психотерапевт не поможет депрессанты не не помогут получается что получается что я не знаю просто мы я же не видел системы более благополучный чем это поэтому меня не с чем сравнить то есть мне ощущение что некуда идти там да то есть из другой стороны сама по себе когда-то вот начинаешь обвинять деньги там ли еще что-то это это двух это звучит это звучит как бы сбрасывание ответственности но я не знаю я сам чувствую что глупо звучит это конечно но просто подумай по себе сам вот просто может быть я ожидал ожидания как то есть наивное что полиция будет защищать тебя помогать то есть закон то есть тебе тебе не надо то есть в чем проблема что вот внутри вот ты получил психическую травму там да и что это папа издевались и ты короче вот идешь в полицию и тебе станут тебе хамят там и говорят таблеточки попей я даже могу выложить разговор с рисковым где он говорит попей таблеточки то есть там и речь не было о том что я где-то что я какой-то больной но он говорит папе таблеточки то есть и он еще в конце сказал что вы же понимаете что россия никогда не станет стивилизованы и там такое потом ты там идешь поликлинику тебе тоже чем ведешь психотерапевту главному которая живет на налоги который просто сидит и налоги а причем она еще сверх прибыль получает тем что платно консультирует и она тебе хамит там горячкина или на ее месте другая будет а я тебе еще скажет а если ты молодой тебе скажет а может ты хочешь от армии откосить то есть они ничем не будут помогать тебе то есть понимаешь тебе говорят там что тебе остается только уличным способом свой право ну себя защищать там типа и ты в итоге оказываешься в больнице или тюрьме или смерть наступает потому что если я пойду уличным способом себя защищать то как мне сказали как мне сказали институции которые должны были меня защитить закон то есть закон не защитить ничего не защищает это только если знаешь какой там олигарху может быть оскорбят или еще там его закон будет защищать не знаю надо даже наверно олигархами не защитит не знаю очень смысл в чем что хорошо я не хочу идти больше обычным никаким способом я понял что ничего тогда что остается тогда остается психотерапевт на эти последнее пристанище я я я пробовал жить в монастыре в юности я жил в монастыре я все последнее пристанище и вот если она идут психотерапевт я поверю то есть это будет означать что психотерапия которая является частью этой системы материализма там всего вот этого антидепрессанты медицина все это связано что вот вот единственная свет лучик света в этом темном царстве будет психотерапевт вы являетесь самым цивилизованным самым умнейшим самым прогрессивным человеком я попытаюсь узнать какую музыку она слушает если она слушает пост хардкор то я скажу это самое про все что вы тоже помогла мне психотерапевт все это лучик света за этим я буду наверное просто это будет добром меня я буду я буду я если она там состоит в культуре я вступлю в эту субкультуру и буду считать что это единственное что потом можно верить потому что она действительно помогла мне что ним никто 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 там помогла и она допустим слушает там эмма вайлинс и еще что-то там я это или допустим если она окажется там короче вот кем она окажется это будет для меня просто я задумаюсь насчет этого то есть то есть я буду для наслужить депрессивный металл то я подумаю что депрессивный металл в этом да я вот до этого слушал тут психотерапевт которая меня помогла в этом действительно что-то есть вот например вот этот мужик грубый гопник тонкнуть угнетал меня и он слушал клубную музыку там или еще что-то там какой-нибудь этот панк издевался на моем аутизм он слушает короля и шута там и кипелого там а вот психотерапевт который единственная из всего этого темного царства помогла мне что я стал чувствуешь себя счастливой мне стало все равно на то что что происходит все травмы перестал переживать когда то есть все это прошло и она допустим они слушают кипелого она не слушает короля и шута она она не слушает клубную шансон